Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заведующая отделением переливания крови Одинцовской областной больницы Алена Курцер. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии, рада с вами познакомиться. Безусловно, пандемия не могла не внести свои коррективы, в том числе и в работу отделения переливания крови. Давайте поговорим об этом, как сегодня. И принимаете ли вы доноров? Нужны ли вам доноры? Нужна ли вам донорская кровь? Да, вы верно подметили, что коррективы были внесены в связи с пандемией. И основные коррективы связаны с тем, что количество доноров резко снизилось по разным причинам. Ну, во-первых, по причине самоизоляции, во-вторых, по причине страха. Люди боятся приходить, думают, что они могут заразиться. Но могу уверить, что это не так. И сейчас мы испытываем острую нехватку крови, острую нехватку доноров. В среднем доноров стало где-то в два раза меньше, может быть, даже и чуть побольше. Все-таки как нехватка отражается в целом на работе больницы? Потому что я правильно понимаю, что кровь требуется всегда, и экстренные случаи никто не отменял. Да, конечно. И кровь необходима. То есть мы, естественно, работаем на лечебное отделение, в основном Одинцовской областной больницы, конечно же, ну и филиалов. И если крови недостаточно, то приходится уже запрашивать с областной станции переливания крови. То есть это сложная схема, естественно, связана и с трафиком в том числе. Вот. Поэтому нам необходимо, конечно, чтобы наши доноры, постоянные желательно доноры, приходили и сдавали кровь, естественно. Как сегодня организована эта работа? Как сегодня принимаются доноры? По каким дням? В какое время? И есть ли определенные условия? Кто может сдать кровь? А кому будет в этом отказано? Работа наша организована, впрочем, как и всегда до этого. Во вторник-четверг мы принимаем доноров с 8.30 до 12 часов. Пока что ничего не изменилось в связи с тем, что как раз-таки снизилось количество доноров. То есть мы готовы идти навстречу, да? То есть мы готовы, может быть, даже и увеличить количество дней. Но поскольку доноров все меньше, мы не видим причины для того, чтобы это делать. И поэтому режим работы остался прежний. Сейчас мы организовали в большей степени, да, усилили санэпидрежим санитарно-эпидемиологический, да? То есть это, как, в общем, нам и предписывают, наличие маски, перчаток. Мы постоянно обрабатываем поверхности, инструменты, то есть максимально, максимально часто. Пытаемся обезопасить и себя, и доноров. То есть если донор даже пришел без маски, мы ему выдаем маску, естественно. Кто может быть донором? Соответственно, человек заведомо здоровый, который считает себя здоровым. Которому есть больше 18. То есть старше 18 лет? Да, старше 18 лет, верхних каких-то границ не существует возраста. То есть здесь самое главное зависит от состояния здоровья самого человека. Ну и, в общем-то, нужно подготовиться. Подготовиться каким образом? Соблюдать диету. Накануне не есть ничего жирного, жареного, копченого, острого. В день сдачи крови лучше всего поесть что-то совсем легкое, попить чай лучше всего. Может быть, с сушками, с баранками, что-то такое совсем-совсем легенькое. Потом уже сдать кровь и дальше кушать все, что вам угодно, все, что хотите. В отделении преливания крови, когда приходят доноры, безусловно, они проходят несколько этапов, и не сразу у них берут кровь. И вот при прохождении этих этапов также донору может быть отказано в заборе крови. Да, с чем это связано? С тем, что есть достаточно большой список противопоказаний, который регламентирован нормативной документацией, по которой мы неукоснительно работаем. И, соответственно, если есть противопоказания, это может решить только врач-трансфузиолог в личной беседе с донором. Во время коронавируса, во время пандемии активизировались очень сильно общественники разной общественной организации округа. Я знаю, что они проводили акции, неоднократно своим примером призывали в соцсетях всех жителей муниципалитета прийти, сдать кровь. Действительно, все проходит безопасно. Ведь самое главное здесь – это желание помочь людям, которые остро нуждаются в компонентах крови. Да, согласна с вами. Это абсолютно верно. К сожалению, так сложилось исторически, что кровь человеческая незаменима. То есть нет такого препарата или что-то похожее, схожее с кровью по составу. И поэтому лечить нуждающихся мы можем только с помощью донаций крови. Но это ведь и операции, и онкологии. Очень большой список, да. Самый основной контингент – это онкология. Дальше какие-то острые кровопотери, может быть травмы, операции плановые, экстренные. В том числе и роженицы периодически нуждаются в переливании крови. То есть это большой достаточно список больных людей, которые нуждаются. Какая кровь чаще всего необходима? Какая группа, резус? И чего вот конкретно сегодня не хватает? Вот острая необходимость. Каких групп не хватает? Самые-самые такие распространенные группы – это первая, вторая. Ну, в частности, положительный резус. Отрицательных резусов вообще очень мало довольно-таки, ну, относительно положительных. И редкая группа самая – это четвертая. Я думаю, что это, в общем-то, не новость. Вот. Да, ну и в связи с тем, что она редкая, в ней, собственно говоря, тоже мы нуждаемся, да, нуждаются больные. Но тут как бы спрос, он и как предложение, да, примерно одинаковый. То есть люди… То есть нельзя сказать, что сегодня вам нужна только, например, вторая, отрицательная, а завтра будет нужна первая положительная. Конечно же, нет, вам нужны все группы с разными резусами и в полном объеме. Да, естественно, все верно. Еще будешь с запасом, да? С подушкой безопасности. Желательно, да. То есть есть даже такое понятие, как запас, да, который должен быть у разных учреждений службы крови в разных объемах. Все зависит, опять же, от объема в заготовке. Смысл в чем? То есть больные люди, у них примерно такие же группы, как и у здоровых. В тех же процентных соотношениях. Поэтому и доноры нам нужны всех групп. То есть со всеми группами крови, которые только вообще возможны. Все-таки, как вы считаете, что должно двигать человеком, чтобы он встал на этот путь и стал осознанно донором? И сделал это не разовая акция, а действительно постоянно? Я думаю, что это вот действительно должно быть какое-то внутреннее желание и стремление помочь людям. Помочь ближнему, помочь нуждающимся. Я думаю, что вряд ли что-то еще может двигать человеком. То есть здесь именно понимание того, насколько ты молодец, да, насколько ты сделал значимый поступок для общества. Кстати, вот часто люди боятся донорства, им кажется, что это больно. Хотя я неоднократно сдавала кровь, могу точно сказать, что это не больно и не страшно. Но очень многие, когда с людьми общаешься, почему вы не становитесь донорами? Они сначала не могут ответить сразу на этот вопрос, потом они начинают думать. И, как правило, говорят, ну как-то я некомфортно, ну как-то я опасаюсь. И это даже не связано, я не говорю про сейчас, вот про ту ситуацию с пандемией. Это, в общем-то, всегда был некий такой вот страх перед донорством. Знаете, да. Может быть, это малоинформированность? Вот как вы считаете, как руководитель? Абсолютно согласна. То, что это именно малоинформации. То есть нету какой-то просветительской даже работы, которая проводилась, например, в советское время. Да, сейчас этого нет. Нет такого вот глобального освещения проблемы. Хотелось бы, чтобы было. И из-за этого, да, люди периодически боятся, боятся то, что действительно могут чем-то заразиться через даже стерильные какие-то системы, да, наши вот там через иглы, через мешки. Но это невозможно. Это в принципе невозможно. То есть процент нулевой. Максимально, да. Никакой вероятности нет, но действительно все системы одноразовые, ну неоднократно находились во время донаций, безусловно, в отделении проливания крови. Видели, как все это происходит вот с первого до последнего этапа. Более того, донорам и организуют сладкий чай, и баранки. То есть уже всячески поддерживают людей, только чтобы они пришли. И сделать это было максимально комфортно для них. Да, мы стараемся, это факт. Ну а касаемо того, что больно, ну в общем-то я думаю, что фактически 99,9% населения проходили, что знают, что такое анализ крови из вены. Все тоже самое. И многие скажут, что это не больно. Из пальца гораздо... Из пальца, да, больнее. Многие говорят о том, что действительно из пальца больнее. Ну все, в общем, объяснимо в связи с тем, что... Но мы за донорство. Да. Добровольные, естественно. Больнее из пальца в связи с тем, что больше иннервированность кожных покровов. Из вены действительно как-то оно попроще. Ну единственное, что да, объем как бы считается кровопотери. То есть донорство оно как небольшая такая, но кровопотери. Вот, объемы чуть-чуть побольше. А так все то же самое. Ощущения все те же самые. Поэтому бояться этого не стоит. Сколько раз в год, с какой периодичностью человек может и должен сдавать кровь, если он осознанно решает стать донором? Ограничения существуют следующие. Мужчины могут сдавать до 5 раз в год, а женщины до 4 раз в год. Разница между донациями должна быть не менее 60 дней. Насколько быстро кровь восстанавливается? И я знаю, что существует такое мнение, что в принципе донорство это очень хорошо, потому что кровь обновляется, появляются новые клетки. В общем-то это даже плюсы для непосредственно самого донора. С одной стороны плюс в том, что он отдал свою кровь и помог тому, кто нуждался. Но с другой стороны и для организма это тоже определенные есть плюсы. Так ли это? И так мы дошли до мифов донорства. Это один из основных как раз. Да, дело в том, что обновление крови происходит в любом случае у каждого человека с периодичностью. Независимо от донорства. Независимо от донорства. То есть каждая клетка крови, которая содержится в нас, она обновляется. То есть одна погибает, на ее место приходит другая. В зависимости от вида. То есть лейкоциты живут один срок, эритроциты другой срок, тромбоциты третий. То есть тромбоциты, например, вот если мы их, например, заготовили, то они вообще 5-7 дней всего лишь живут. Эритроциты мы храним 50 дней. Но это уже мы пришли к вопросу именно хранения компонентов крови уже вне тела. Да, а так, да, есть срок определенной жизни, и кровь обновляется в любом случае у всех. Естественно, с помощью донорства мы заставляем организм обновлять клеточки. Не могу сказать, что это очень прям полезно, ну и не вредно. То есть в связи с чем мы хотим, чтобы наши доноры были здоровы? Для того, чтобы в том числе не навредить. Наш принцип в первую очередь не навредить донору. А потом уже помочь рецепенту, то есть нуждающемуся человеку. Ну и в любом случае кровь проходит в том числе несколько этапов проверки, и далеко не сразу она попадает к тому, кто в ней нуждается. Да, конечно. Самый первый этап, который вы проходите, это как раз кровь из пальца, где проверяют гемоглобин, как минимум, да. То есть это самый такой вот основной первичный этап проверки. А потом уже, да, и на инфекции, на печёночные ферменты. То есть в принципе существует практика, когда кровь браковывается? Да. Практика нередкая. Если мы обнаруживаем какие-то маркёры инфекционных заболеваний, либо повышенные печёночные ферменты, ферменты, либо низкий гемоглобин, то мы, конечно же... Ну, если гемоглобин, то здесь уже на первом этапе фактически мы донора не допускаем. То есть почему? Потому что мы опять же-таки можем навредить, да, то есть донору самому не будет по жизни, да, хватать гемоглобина, который у него есть в крови. Вот. Но и тем самым он и не поможет. То есть если мы у него возьмём, низкое содержание гемоглобина не сможет помочь рецепиенту. То есть получится, ну, в пустую сдастся кровь. Алена, давайте ещё раз напомним, по каким дням ведётся забор крови, как нужно подготовиться, и кого вы ждёте в отделении переливания крови? Мы ждём всех желающих... Старше 18 лет. Старше 18 лет, да. Кто считает себя здоровым, не имеет хронических заболеваний, с паспортом обязательно нужно прийти. Каждый вторник и четверг с 8.30 до 12 часов ждём всех. Обязательно соблюдайте диету, не злоупотребляйте вредными привычками. Да, алкоголь исключить за неделю. Все препараты, которые принимаются, соответственно, за два дня минимум, а лучше тоже за неделю. Ну и диету соблюдать, то, о которой я уже говорила. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Будем надеяться, что благодаря вашим рассказам количество доноров будет только расти, и та самая подушка безопасности будет восполняться, которую, я думаю, что в период пандемии вы очень быстро потратили. Спасибо вам большое, что пригласили. Для нас это очень важно, освещать данную информацию как можно чаще. И мы очень надеемся, что это возымеет действие. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Продолжение следует...